друзья привет я беру акриловые краски можно брать гуашь можно брать масло тонкая большая синтетическая кисть пластиковая карта или мастихин да для каких-то пошкрябочек можно без них обойтись можно кистями все это сделать но я предлагаю сегодня такой царапанный как минимум фона может быть и черепашку тоже по оттенкам обязательно белый черный синий желтый красный если у вас есть что-то еще вот что я себе тут на открывала спа парта дать не привычки можете брать что-то еще но это не обязательно все остальные оттенки можно смешать из этих базовых вот так чтобы не сохли краски акриловые на солнце я их пульверизатором увлажняю ну и начнем начнем с того что у нас сегодня будут морские оттенки прямо здесь и сейчас для них ребята я предлагаю вот этот вы знаете метод в котором видели все так сейчас делают в интернетах прямо из тюбиков давит так красиво сюда разные цвета синие там голубые если у вас есть что-то бирюзовое туда местами зеленые потом чуть-чуть желтеньких чтоб наверняка бирюза было это все так равномерно как центру можете что-то посветлее наносить если хотите или по диагонали например на неважно в перемешку и теперь белого белого побольше в центре поменьше по краям я кисть не мыла я прямо одной кистью набираю вот так как на силиконовую лопатку на кисть и снимаю вот так же а теперь моя любимая часть можете кистью можете картой кстати я хотела вообще-то картой а потом подумала пальцы но давайте начнем с карты если у нас действительно много и жирной краски здесь можно сразу начинать карты так вот берете карту и поехали а так это мне круто белый кусок поехали вот так вот смешивать краски между собой добавлю белого цвета вот так вот белого и как бы так вот еще это все дело погуляться если есть мастихин можно вот так вот смотрите прямо мастерить мастихином плоско расцарапать краску вправо и влево если нет мастихина можно пальцем также сделать но тогда будет более плавные мотивы и может быть это будет по-своему интересно да в этом морском бирюзовом фоне ну и вообще конечно для таких вещей краски много уходит поэтому смотрите сами хотите ли вы это так и сделать или просто закрасить каким-то нежно-голубым цветом кистью или пальцем да и тоже получить такие плавные морские переходы голубой желтенький вам уже дадут что-то такое бирюзовое чуть-чуть местами синие вы можете добавить и получить я просто решила погуляться и попробовать все во всяком случае в делах именно арт-терапии вот такие вещи очень способствует сломать систему своей голове да что это не классика где надо сочинить какой-то фон вот мы с вами его сочинили я не могу сказать что я им как-то безгранично довольна или он очень радует мой глаз какой-то он для меня пока привычный я сейчас попробую еще вот так его погладить на сам процесс где ты вместишь краску разными методами вот которые тебе знакомы право влево он немножко под углом тянет краску мастихин или карты точно также можно сделать я схватила мастихин потому что вот он мне очень удобный и приятный инструмент но и картой она здесь собственно этого и лежит тоже можно сделать ладно все ухожу почти ухожу еще немножко беленького с каплей голубого в надежде получить что-то более чистое здесь по центру до бело-голубое без всяких примесей грязи хотя такая грязь нам тоже кстати и по возможности чтобы она была вот сейчас мне как-то больше найти когда есть не одна тонность а темнота по краям и что-то белое голубенькое здесь по центру а что-то более темно-голубенькое вот там по краям да прямо голубой добавлю наверное даже синий добавлять не буду достаточно темных оттенков просто голубого или можно было смешать отдельно голубой с капелькой желтого получить бирюзу и по краям еще бирюзу нанести но мне кажется что в самом фоне уже бирюзы достаточно какой-то голубоморской по возможности бирюзоватый фон если вы сочините уже будет хорошо мне будет очень интересно посмотреть на ваши фоны так что присылайте я всегда вас жду в инстаграме у нас группа вконтакте есть где вы можете выкладывать свои работы там все друг друга смотрят комментируют и я туда захожу не так часто как в инстаграм но захожу всегда посмотреть что рисовали как рисовали что получается что нравится чтобы понимать что к чему ну и вообще просто захожу посмотреть мне всегда интересно глянуть и в карте и фейсбуке мы есть в общем делитесь потом что будет получаться у вас а я пока пожалуй все на этом фоне ребята я сочиню черепашку черепашка моя будет изначально ну справедливо конечно сделать ее коричневого цвета коричневый да у меня есть готовый коричневый я пожалуй за ним схожу сегодня мне совсем хочется несколько смешивать краски сколько брать максимально готовые мне есть коричневый это кстати демонстрация что я рисую из пяти цветов при том что у меня вот как бы немало но обычно мне нравится смешивать и получать разные нужны мне оттенки сегодня мой коричневый идеален и нужен мне именно такой как смешать коричневый у нас есть отдельное видео с деталями можете посмотреть вот здесь немножко ниже точнее выше центра до поставим точку от нее вниз точку здесь наверх голову это высота туловища 3 головы до или 1 3 туловище это голова так теперь давайте выстроим туловище черточка и две черточки в сторону такой панцирь черепашки и внизу такая знаете семечко капелька частично внизу черточка поменьше тоже наверх повыше уголочки и здесь по краям то есть она должна немножечко сужаться книзу наша черепашка но в общем то вот такая форма панциря раз раз по по краям два бачка голова черточка вот такая от черточки в стороны тоже черточки и от них тоже черточки такой ромбик лапы давайте сразу вот все коричневое сделаем вот отсюда из углов в стороны выходят две черточки от них в стороны тоже идут черточки половина туловища в длину эти лапы да вот такие как крылья у черепашки когда она плывет раз два раз два как крышки 1 2 1 2 здесь потолще сюда конечно же потоньше два крыла черепашки вот здесь вот две лапы таких вот тоже выглядывает и один маленький хвостик вот собственно форма черепахи тонкой кистью можете набрасывать я сразу большой и коричневым цветом по непросохшему подмешивая что-то голубое что у меня будет или по просохшему не беда но по непросохшему даже хорошо видите все складывается прямо так мазково как у нас это все дело и есть разложить краску какую-то коричнево-голубую основу черепашки зададим лапа лапа хвост хорошая черепашка получилось уже в общем то она мне уже вот так вот симпатично остается добавить детали и мне кажется не нужно ее излишне усложнять на такое я обычно говорю перед тем когда я собралась усложнять поэтому не знаю не знаю посмотрим черепашка ей нужно бы добавить оттенков я беру желтый вот сюда отдельно с белым желтый с белым добавит света моей черепашки на ее падают солнечные лучи поэтому вот здесь поверху прямо мазками используем мазковой свои во-первых плоская кисть очень удобно это делает это можно делать и круглой кистью да такие кругленькие можно круглой можно но плоская для мазковой живописи идеально подходит именно поэтому я очень часто пользуюсь именно плоской любой кистью просто мазок 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 но удобнее всего именно такой а так в общем то можно любой на ручке ей мазок густо набираете краску и практически плоского так прикладываясь укладываете кисть и тогда она не снимает коричневую краску а снимает с себя желтую если сильно и вот так вертикально она будет стирать краску а если вы так ложить и аккуратненько легко касаться она будет себя отдавать краску так она будет забирать а так она будет отдавать краску подсветили черепашку. После этого коричневый я смешаю с капелькой темного, пожалуй, синенького, например, да, такой темный коричневый. У меня получится несколько синеватый. Я этим синий-коричневым а ну-ка еще подтемню лапки да, под панцирем. Хвостик могу. Вот эти лапы отделю от туловища, да. Опять-таки, помните, довольно густое количество краски. На кончике кисти должна быть краска и вот так вот легонечко дотрагиваясь оставляем цвет. Вот так по низу подтемню лапы черепашки. Вот тут по правой стороне голову. То есть у панцир сверху, поэтому все, что под панцирем, я у основания вот так вот под панцирем отбрасываю тень такую синей-коричневую. Такой синеватый-коричневый. Вот так. Сделали. И немножечко по самому панцирю этим же оттенком, видите, вот снимает краску, а я плоско кладу, будет оставлять краску. Вот так легкое касание, плоское. Вот такими мазками, мазок, мазок, я как бы оставляю пятна на панцире черепахи. Она же пятнистая у нас. Таким вот способом. В промежутке коричневый остается, внизу синий-коричневый, наверху желто-коричневый. Тени и свет на черепашке мы передаем вот так. Можно еще немножко пошарить, взять оранжевый. У меня вот готовый, я беру, ну, или желтый с капелькой красного, я чуть-чуть белил, вы получите оранжеватый, вот желтый, чуть-чуть оранжевого. Немножко какой-то оранжевинки еще вот здесь между желтым и просто коричневым, да, и не полностью свет, и не совсем тень. Передайте еще и коричневинки. Ой, просто оранжевинки. Здесь посередине черепашки. Так вот, по голове ей, подсюда. Такая получится московая черепашка. Ну, давайте чуть-чуть хвостик подсветим. Слева подсветим. Я думаю, что на этом все. Что должно быть, да? Должны быть яркие, светлые мазки по относительно темному коричневому фону. Тогда будут промежутки между светлыми мазками, будет ощущение пятнистости черепашьего панциря. То же самое на голове и на этих всех частях тела. Они обязательно темнее темно-сине-коричневым под панцирем, да, вот прямо у основания все части ее тела. Пропорции прособлюдать четко. И, честно говоря, уже все. Единственное, что я такую же мазковость хочу теперь задать в воде, да, вот какая есть на черепашке. Возьму белый с каплей голубого, с капелькой небольшой желтого. Вот такой бирюзовый цвет получу. Побольше белил. Белил именно без холей. И прямо возле черепашки вот здесь вот в центре, где я пропускаю лучики света, по диагонали нанесу вот таких светлых мазков. Просто, чтобы поддержать мазковый стиль самой черепашки, да. Это уже пришло в процессе, я хотела как-то мастихиново решить этот вопрос. А в итоге, да, я решила использовать мазковость кисти. Всех может быть как-то по-разному. Пробуйте, если приходит идея в голову. Все надо пробовать, ребята. Иногда не узнаешь. Гениальные идеи приходят. Методом проб и ошибок, он фирменный стиль Ван Гога. Он вообще, да, все же знают. У меня впечатление, я шучу, что он рисовал палочками. У него не было кисти, он палочками вырисовал вот такие мазки. Но это же фирменный его стиль, такая мазковость. Тонкими черточками. Такой один из начинаателей импрессионизма. Импрессионизму, когда он только появлялся, было очень нелегко, да. Это сейчас. Как хочешь, что эти картины делай, хоть плевком. Лишь бы красиво было в итоге. Лишь бы ты нашел своего ценителя, которому это будет красиво, да. Может быть, красиво даже будет не для всех. Раньше были более строгие правила. Конечно, если ты выбивался из правил и рамок, то твои мазковые картины еще должно было признать общество. У Ван Гога случилось именно так. Так, ну, в общем, вокруг черепашки я немножко что-то подсветила, да. Еще я бы хотела очень то ли дождаться высыхания, то ли... Ну, лучше дождаться высыхания, ребят. Но я сейчас покажу, смотрите. От моря начинаю немножко зайти на черепашку, потому что она же под водой, понимаете. А значит, на нее надо бы... Я тонкой кистью это сделаю, мне так страшно, большой кистью. На нее надо бы зайти, не взначая вот этими бирюзовыми оттенками. Все равно я плоско кладу, потому что мне нужны довольно широкие черточки. Ну, надо дождаться высыхания. Ну, кто же так умеет, понимаете. Кто-то, может, и умеет, а не я. Вот так. Кое-где зайду на черепашку. Конечно же, черепашечий цвет немножко зайдет на мою воду. А это не то, чего я хочу, но... Бартер. Чуть-чуть. Все под одной диагональкой уже вот таких вот лучей. Да, как бы черепашка плывет под водой. Не знаю, не знаю, ребята. Я попробую еще все-таки затемнить по краям. Синий с голубым смешаю из капли желтого, да. И таким морским оттенком я еще по краям подам темноты. Видите, такой голубо-синий-бирюзовый благодаря желтинке в нем. Зеленца появилась. И поскольку свет у меня есть, я еще и теней добавлю, чтобы фон хотя бы был не однотонный. И тогда, мне кажется, вот тогда будет еще симпатичней. И это все дело или карты, или мастихином я лично раскрябываю, потому что мне кажется, что так будет интереснее. Да. Вот когда появляется... Почему-то я изначально это хотела получить, но почему-то, когда я вначале так долго мазала фон, я так к этому и не пришла, что вот здесь сделает темно, синий-зелено-желтеньким, а вот там наверху светло. Но иногда такая слоистость в картине, она только в плюс, да? Все становится еще больше, у него слоев еще больше какой-то интриги, и только лучше от этого. Так, вот тут на черепашку немножко зашла, да? А где-то могу, наоборот, черепашечку край вернуть. Если совсем вижу, что он потерялся. Где-то лучиком, а где-то вернула. Все. Вот такая, по идее, я очень надеюсь, подводная черепашка у нас получилась. Ну и на финал, мое любименькое, к чему я давно не прибегала, и прибегну. Беру-ка я белую краску, ребята, дошкребаю, тут остатки крышки с водой смешиваю хорошенько. Зубная щетка, в этом деле, хороший помощник, если не получается, зубной щеткой почти всегда. Чтобы получалось, надо такая хорошая консистенция кисельного, однопроцентного кефира, какого-то, знаете, в миру жидкая, в миру густая. Краска белая. Сейчас мне даст морской бриз. И по черепашке, и по воде, и по темному фону очень красиво он будет здесь смотреться. Да, такое морское настроение будет. Однажды я видела большую черепаху в море, и это было бомбически круто. Я за ней бежала потом, она в залив заплыла. Я так никогда не видел таких огромных черепах в море. Я, конечно, тогда еще мечтала увидеть фламинго, но фламинго были в 900 километрах от нас. Это было там за Саудовской Аравией. Мы работали однажды, и было время там гулять. Вот я очень помню, как я встретила эту черепаху. Мне говорят, что там есть черепахи. Это было очень круто. Это посвящаю той черепашке просто. Так. Ну, вот такая штука получилась. Видите, по краям сколько краски. Кстати, хорошо бортики закрасить. Если рисуете на холсте, сразу закрашивайте бортики, и у вас будет готовая картина поп-арт, которую можно вешать без рамки. Потому что подобрать рамку под поп-арт гораздо сложнее, мне кажется, и очень часто ни к чему, чем поставить ее без рамки уже в готовом оформлении самой картины. То есть нет рамки лучше, чем в стиле самой картины. Все. Все сказала. Ну, что, ничего так, по-моему. Главное, смотрите, чтобы темная черепашка была на светлом фоне. Даже вот если вот видите, что она не выделяется, у меня такое чувство, что она не выделяется. Я местами прямо вокруг темных частей черепашки, такой уже фокус, подсвечусь еще, понимаете. Вот очень надо, очень важно, чтобы она, темная черепашка, вышла вперед на светлом фоне. Прямо вокруг нее, невзначая вот кое-где вот так подсветится, вот там, где ее темные части, да, вокруг них пусть будет что-то светленькое. И наоборот, возможно, это если вот видите, что вам не хватает чего-то, что, ну, такое часто чувство бывает, но все-таки, если вы понимаете четко, что что-то она не выделяется. Она должна быть темной ее части на светлом фоне, возможно, светлая часть черепашки на относительно темном, более там голубоватом фоне, да, вот эта вот желтая часть черепашки на таком более голубом. И все это дело заровняли сразу в стиле, вот как она была у нас тут, да, так вот по диагональке. И тогда черепашка, мне кажется, вот даже сейчас она немножко вышла на передний план. То есть вот это очень важно, что она темная на таком подсвеченном ярком месте, и тогда ее будет хорошо видно. Ну все, я пошла. Пока-пока, друзья!